1 2 3 4 5 я иду свинейска то не за прятался извини меня свин сви и и так здравствуйте дорогие друзья с вами дядюшка розы это немножко кринжатинки потому что я без этого не могу и часть людей на канале дядюшки розы которые смотрят эти видео да я в комментариях оставлю надпись кринж про лайкайте и если вам нравятся такие видео до комментариях под видео к и ринж так но это просто будет видео состоять истории посыла новичкам как я понимаю как я вижу игру примеру что я хочу донести новичкам этим видео потому что это мои видео также поучательные не только кринжовые то бишь мы поговорим про парадокс и клан фа вы знаете я улетел до слины 2 и встретился вот с таким интересным кланом и что произошло дальше я понимаю что там топ сайт вся фигня но ребята извините сейф зона до если оставляю в сейф зоне чара я уже объяснял одним ребятам что я оставляю сейф зоне чара да я иду по делам то что я знаю что его там не сольют ему ничего не сделают а вы ведете себя как свиньи настоящие свиньи даже данный человек там топ-1 на сервере на данный момент план фай ведет как себя как обычная свиньям из возможно это просто драйвер какой-то сидит на нем но это никто один я же не могу понять то там сидит что там сидит кто сидит что ты такое лишь не знаю и из этого следует следующее в этом видео хочу показать что вас может ждать я уверен игроки которые только начинают играть на вы докачаетесь там примерно до шестьдесятого уровня потом вам захочется по пвп шиться не буду рекламировать одного человека который занимается вот этой ремтешной херней просто скажу алгебрист но если вы играете линейдж 2 мобайл вы должны знать алгебриста вы думаю купите у него чара ну через его ресурсы так сказать потому что линейдж 2 мобайл это пвп игра и с этими новогодними акциями я уверен очень упадется на на персону аккаунты с красными картами и аккаунты ну даже с фиол картами очень упадет ценник я уверен о чем мы поговорим то что вас может ждать когда вы там захотите взять хорошего персонажа и вы можете столкнуться с топ сайдом а это очень страшно если мы откроем рейтинг да мы увидим топ 1000 игроков и что вы должны бояться в этом рейтинге это игроков которые входят в 200 и ниже рейтинг потому что это может быть твин какого-то топа он может состоять в топ сайде этот человек хоть у него нет буста но вы можете его слить ставить ему на голову он может вам нагрубить а вы на эмоциях начнете его лить да и тоже грубить и попадете фейт лист то бишь вар и вас будет уже пинать не этот слабый игрок а весь альянс сейчас вот заканчивается и винт с подземельем с донат биржой да я нашел себе спот пустой спот ну так как я задрот и сижу всегда на аккаунте сотрю чтоб мне никто не стал на голову потому что это очень как бы важный для фри игрока данж ко мне на голову залетает этот свин пишет клану где я состоял я с него сразу вышел вот раз-два если ты это смотришь надо делать вот так не подставляется клан а выйти с клана чтобы не было никаких конфликтов потому что если ты отмороженный причем здесь твои сакланы данный человек с клана пишет клан типа уберите с головы бла-бла-бла плиз данжо да мне это не понравилось я зашел в группу дискорд написал извините ребят но я не буду терпеть топ сайдов потому что это для меня контент эти разборки но я не так написал но все равно посыл был тот же я вам рассказываю как вы должны поступать пример у вас происходит такая ситуация то бишь вы не должны ничего отвечать вообще ничего отписывать если вы понимаете что этот человек стоп сайда просто морозьтесь даже если пришло такое уведомление вам пишутся кланы просто когда закончится данж напишите данному человеку следующее свинопес какого фига я должен тебе уступать спот ой не то это дядюшка раз я должен написать вот вы примерно пишите вот такое ссори друг ходил по делам не видел письмо все это свин вас запомнит или драйвер не удивляйтесь что у таких людей может там быть два или три человека которые дроверят данного игрока то бишь не удивляйте что вам снова напишут такое письмо вы просто пишите косите на дурачка типа я не видел я не знаю я делал куни любимой девушки потому что и очень люблю и пока есть такой данж я лучше уделю любимой девушке время чем пока есть сайзона это как для меня перерывчик да потому я ходил там за хлебом я выгуливал собаку и на работе я отвлекался я не видел да и все такое этот сын вас запомнит и больше не будет вам вставать на голову потому что ему тоже нужен как бы фарм да там я думаю но какой фарм для топа то что это ну реально какое-то свинство в таком данже я не понимаю на его бусте он на обычном спорте больше нафармит тех 20 ящичков донат бежи которые ему упадут за час этого данжа на его бусте ничего ему не порешают это просто свинство и я считаю это свинство как думаете вы пишите в комментариях возьмете урок с этого видео и не будете грубить как дядюшка розе для дядюшки розе это контент а для вас это может быть адом и вы можете забить на игру так с вами был дядюшка розе не делайте ошибок не грубите будьте вежливыми кстати это видео подойдет людям которые спрашивают постоянно каким образом душат топ сайды линейдж 2 мобайл вот таким образом потому что как бы я считаю что на споте где можно пвп у них приоритет но сейв зонах извините меня тем более с такими слабыми мобами я выфармливаю спот я не твин то не надо быть хитро умными ребята всем до новых встреч с вами был как всегда дядюшка розе подписка лайк если тебе нравится такое